Всем привет, дорогие мои зрители, томатоводы и любители. Меня зовут Татьяна и я вас приглашаю на свою съемочную площадку, где у меня находятся томатики. Кто-то шуршит пакетиками, кто-то начал уже пассивную, кто-то дождался первых петелек. Все это так радостно, все так это волнительно, но наряду с радостью выращивания этой культуры могут постерегать и опасности, как вредители, так и многие болезни. И сегодня я хочу с вами поговорить о такой болезни, как черная ножка. Считаю, что лучше ее предотвратить, какие-то меры профилактики производить, чем ее лечить, так как лечению она подается с трудом. Очень трудно ее лечить и можно погубить наши всходы, наши сеянцы буквально за считанные дни. Для этого я, конечно, готовлю грунт. Грунт готовлю я заранее, промораживаю его в теплице, благо, что у нас эта зима холодная, морозная. И перед пикировкой или перед посевами я проливаю грунт фитоспорином. Не знаю уж, насколько он действенный, тоже некоторые сомнения уже меня посещают насчет этого фитоспорина, так как прошлый год он никак себя не показал, ни профилактический, ни... В общем, ну лечить, я думаю, что это уже не лечение, нужно, конечно, действовать профилактически. Хотя я его и применяла в целях профилактики тоже в прошлый год. Но фитоспора посетила нас в середине июля уже. Конечно, спровоцировала холодная и дождливая погода, были очень сильные ливневые дожди. Май был совсем совершенно холодный, минусы, днем там плюсы 6 и 7 градусов. В общем, погода была не ась. Для выращивания рассады я готовлю, конечно же, свой грунт. Считаю, что очень расточительно покупать какие-то магазины почвосмеси. Во-первых, они дорогие, это уже как-то накладно становится на бюджет. Вот это что же получается, выращивать овощи на всем магазинам. Да еще тут кучу потом каких-то, может быть, препаратов придется применять, так как там могут быть и вредители, и болезни тоже. В общем, неизвестно, что там положено, что подойдет для ваших растений. Конечно, лучше же знать по аж кислотность, чтобы земля была, грудь была не повышенной кислотности для выращивания. Вот томаты это не любят. Но я собираю, из чего я собираю это, беру и компост, и перегной, и из-под крапивы у меня тут земля, и огородная земля, и зерновая земля. Потом, значит, я туда добавляю немножко речного песка. Я с осени его собрала, просушила на батарее, не прокаливала ни в духовке, нигде. Так же, как, в общем, и шмиси эти, и грунт. Ни в каких-нибудь духовках, ни кипятком, ни обеззараживаю, ни марганцовками. Ну, в общем, вот что я делаю, то я вам и рассказываю. Так как думаю, что это вот все прокаливание все-таки убивает не только вредное, а еще и полезное. Пусть уж лучше они будут у меня приближены более уже, как говорится, это к той среде, в которой будут в дальнейшем выращиваться. Я лучше вот так вот, если земля какая-то тяжелая, не воздухоемкая, не влагоемкая, не воздухопроницаемая, ой, язык уже заплетается, то, конечно же, вот лучше ее рыхлить. Постоянно я вот так вот подхожу и просто так вот мимо прохожу и рыхлю. Полив-поливы у меня нечастые. Очень редко я их поливаю, где-то раз в пять дней. Вот эти вот стаканчики вот у меня вот, например, вот смотрите, сейчас я покажу. Вот, были политые, 15-е, сегодня 20-е. Вот, за пять дней, видите, ух ты, смотрите-ка, там чего, какая корнеуха-то. До самого верха уже корешки. Скоро надо будет уже их пересаживать, но я не пересаживаю, потому что он уже, видите, какие даже листики. Я их не пересаживаю, у меня места под солнцем не будет. Вот, хочу литровые пересадить. Это у меня баловство, это не смотрите, это пойдут не в тепле, лиц, это будут у меня как цветочки. Как цветочки я их посадила. Кстати, им сегодня как раз, да, три месяца. Вот, тут некоторые эксперименты я на них решила провести. Я вам о них попозже покажу в отдельной теме. Так, ну что, я про грудь, наверное, все сказала. Про поливы тоже, да, что умеренные поливы, не обильные. Поливать по краю стаканчика, поливать не под корень. Вот, и если, конечно, залили, так уж случилось, обязательно вот подходите и рыхлите. Подходите и рыхлите, может быть, спасете. Да, кстати, многие, конечно, это спасают свои растения, делают присыпку из песка или залы вокруг стволиков. Вот, и у меня был печальный опыт. Я когда-то столкнулась с этим, с этой болезнью и присыпала тоже вокруг. Вот, и песком, и залой там, в общем, хотела их спасти, свои растения. Но больше я всего их, наверное, и загубила этим. Так как нужно смотреть, конечно, на состояние почвы. Если грунт тяжелый такой этот, прям, да еще и влажный, забитый, то это все спровоцирует песок и зола, спровоцирует цементирование. Вот, может произойти цементирование почвы. Никакой пользы от этого и воздух не будет даже проходить через это. Вот, прикиньте, что, да вы еще, если эта влага, которая здесь была в горшочке, да, в стаканчике, соединится с песком и с залой, это все, ну, цемент. Самый натуральный цемент. Так, ну, про это я, наверное, сказала уже, про грунт, как я обеззараживаю. Вот, семенами я обращаюсь еще намного позже. Семена я просто-напросто протравливаю, замачиваю, обеззараживаю в перекиси водорода. Вот, уже у меня проверено годами, я больше никакой способ не применяю, ни в чем там это самое, в каких-то эпинах, в общем, это глиоклодинах, фигинах, там, и фитоспоринах, водке, в общем, это самый вот такой вот для меня способ. И быстро даже бывает, что я развожу одна ложка на пол-литра воды, а бывает, что если выращиваю, проращиваю на пеленке семена, то просто из спринцовки пролью чистой перекиси водорода. И потом закручу этот рулончик, и ничего, все нормально. Вот, только польза. Быстро всходят семена, и тут же у меня и обеззараживаются эти семена. Вот, ну, по семенам это все, конечно, просто. Еще следующий провоцирующий фактор, это загущенность пассивов. Многие, наверное, сажают и сеют в отдельные большие контейнера. Вроде как считается удобно, вроде как и места не занимает, можно посеять разные сорта, много сортов, но это все-таки не есть хорошо. Все-таки нужно следить за поливами, не дай бог какой-то перелив, да и если на холодном поднаконнике стоит вот этот ящик или контейнер, то можно вот, да, заболеть, можно нам заболеть. И довольно-таки лечение проходит трудно, так как идет большое распространение сразу по всему этому лотку, и гибнет рассада, и ничего не спасает ни рыхлений, ни какая-то подсыпка, ни подсушивание почвы. В общем, я отказалась от этого способа. Кстати, даже я клала ей таблетки глиоклодина, в общем, ничего не помогало. Только лишь быстрая-быстрая пикировка по отдельным стаканчикам каждого этого сорта, вот, что я и делала, так только спасала рассаду. А вот в большом объеме, конечно, это очень сложно будет спасти. Вот, я в этом году вот решила выращивать и проращивать в пеленках. Ну, сначала я проращивала в пеленках, потом вот закрутила в улиточки. Это у меня уже остатки, вот такие вот они красивущие, да. Вот, такого небольшого ростика, да. Ну, нам сейчас еще спешить некуда. В маленьком объеме земли они растут. Вот, немножко, конечно, они что-то требуют, вот. Ну, это так. Это у меня запасной вариант. Мало ли, что может случиться, какой-то выпад произойти. Так что вот, я решила отказаться от загущенности. Конечно, можно и прорежать, вот, если в большом объеме там ящики или в контейнере. Но все равно, если уж оно там случилось, от залива, перелива, там от холодного воздуха, от холодных температур, то это очень сложновастенько будет спасти. Так, следующий. У меня еще такой немаловажный фактор. Хочу вам рассказать о нем. Это как смена температур. Вот, у меня тут вот ящик. Сейчас я поставлю, покажу вам. Все, у меня тут декорации меняются на моей съемочной площадке. Вот, работаю без дублеров, без режиссеров, как всегда. И оператор, я одна. Так, сейчас вот поближе поставлю, вот так. Так, чтобы видно вам было. Свет только дневной, не знаю, но, надеюсь, видно будет. Ну, что, тут еще смотреть ничего. В общем, вот эти вот томаты у меня были распакированы вот из этих вот улиточек. Ну, вот из этих вот. Вот они, тоже самые томаты. Это три дня назад. Я сейчас хочу сказать вам, как влияет смена температур. Вот мы привыкли, что вот у нас вот рассада, будущее рассада стоит где-то в теплом местечке, на теплоподоконнике или стеллаже, под лампами. Мы ее вот распикировали, да. Палили. Кто-то поливает. Смотрю, очень обильно. Прямо совсем-совсем, что даже вот из этих дренажных отверстий вода течет. Что, мол, пока вода не вытечет, сразу туда не сажают. Вот. И что делают дальше? И ищут какое-то прохладное место. Вот. Или на холодный подоконник, или, не знаю, на какой-то пол там бетонный, или у входной двери, там, или у балконной двери, там, вообще это самое. Ну, в общем, ищут холодное прохладное место. И темное для, якобы, наращивания корешков, чтобы росточки не росли, не тянулись к свету. Вот. А корешки осваивали там новое место жительства. Вот. Ну, я считаю, что, во-первых, при пикировке никогда нельзя много лить воды. Впрочем, как и всегда, это убережет от черной ножки. И потом нельзя ставить в холодное, прям вообще холодное место, так как они уже привыкли к теплой температуре. И вы тут резко их куда-то запихаете в холод. Нужно постепенно их приучать. Вот. Я просто ставлю куда-нибудь на пол, просто в комнате. И вот на три дня. Вот три дня, вот они, вот смотрите, они все у меня тут прижились. Вот, вот, фу. Ни одного выпада у меня нет. Вот этот вот я вот показывала уже. Я думала, он какой-то, какой-то недоразвитый или что-то. Вот. Немножко, конечно, семидольки там подсохли. Но я говорю, что я землю вообще вот, вот, видите, земля полусухая. Пусть лучше она будет такая. Это какой-то вот сорт. Вот у него такая специфика, видите, таких вот листочков, как они такие вот, ажурные. Такие вот. Что-то наподобие мне напоминает, не знаю, как это, банановые ноги. Те тоже были такие же вихлястые, вот, неукоблиственные. Ну, в общем, ладно, посмотрим. Здесь есть вот и томаты, и с картофельным листом. В общем, все, по крайней мере, вот они пока стоят. Все как солдатики. Три дня они у меня простояли просто на полу. Ну, в обыкновенной комнате. Там и дневной свет без лампы. И сейчас я вот буду как раз вот обрабатывать свои перцы от вредителей. И буду профилактически тоже вот обработаю и от томатов. Почему я вот решила вам показать вот заодно и перцы, так как можно вот спутать черную ножку и с действиями пагубными, в общем, действиями вредителей. Был у меня такой случай в прошлом году, когда у меня падала рассада томатов. Падала очень прям, очень-очень сильно. Вот, я не могла понять, что это я лечила, можно сказать, от черной ножки. Но ничего мне не помогало, никакие действия, в общем, не помогали. Пока я не обнаружила в горшочке, в стаканчике. Вот, вернее, сначала я обнаружила какую-то муху на окне. Муха это не такая, какая муха. Посмотрела в интернете и оказалось, что это муха не ЦЦ. Нет, 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 это ростовая муха. Ростовая муха. Что она делает? Это тварюга. Она очень, кстати, опасна. Она занимается своими черными проделками. Потом и получается, вот у нас пойдет. Что она делает? Она, значит, ищет влажную где-то почву. Вот почему я еще, вот видите, сухим грунтом, вот обязательно присыпаюсь сверху. Вот, она ищет какую-то почву, которая вот более-менее, вот такая влажная. И откладывает туда яйца. Эти яйца, естественно, развиваются. Личинки, и эти личинки потом поедают корешочки. Они начинают питаться ростками. Представляете? Вот они вот там вот все вот едят, едят, едят. Вот эти росточки, они могут даже семечко. Мы ждем, когда эта семечко выйдет. Оно у нас не выходит. Мы думаем, что там это не всхожи семян. В общем, грешим на производитель. Грешим даже на себя там. Ну, почему даже вот свои семена не выходят. А они начинают вот семечко. Им очень нравится это, да, питание. И они вот так вот выедают, едят, едят. И доходит, да, конечно, вот до верха. И этот росточек падает все. Ну, черная ножка. Вы все знаете, как она выглядит. У меня сейчас ее... О, нет. Показать не на чем. Ну, это вот такая вот получается над землей. Такая вот на стебельке. Как бы пережабинка. Такая перетяжечка. И черная, черная, черная такой вот, черный стебелечек. Она может долго вихляться. Ну, если вы там будете чем-то, какие-то меры предпринимать для лечения, она будет долго вихляться, будет это самое, вот, как-то держаться еще за жизнь. А здесь вот она падает, она просто падает. Стебелечек такой же здоровый на вид, но корня там нет. А там сидят личинки и кишма кишит. Вот такая может быть неприятность еще. Так что смотрите вот за состоянием. Смотрите, какие вот эти признаки. То ли это заболевание, то ли это вредители. И я в этом сезоне еще не опрыскивала. Хотела я сразу грунт опрыскать, это самое, от вредителей. Буду сейчас применять фуфанон ново. В прошлом сезоне я его применяла. Мне это понравилось. У меня потом исключались всякие вот разные вот эти вот вредители. Это все-таки это самое. Ну, помогает. И в начальной стадии вот как раз вот я думаю, что это надо сделать. Потому что уже вот могут быть, а кто, если посадит, посеет поздно, то все, капец. И запаса рассады нет, и уже март месяц, и уже сроки поджимают. А у нас такая погода, сами знаете, наши Тверской губернии, кто мои земляки. Так что лучше пораньше вот посеять. Потом я вам расскажу, как я справляюсь с вытягиванием. Ну, а вот сегодня вот решила про черную ножку рассказать. Ну, я думаю, что я, наверное, все факторы назвала так. Так, давайте, значит, ну, повторим, что почва должна быть очень рыхлая, не кислая. Смотреть за поливами, вот, не переувлажнить грунт. Протравливать семена, смотреть за температурой воздуха и почвы. Что еще? Вот. Ну, наверное, все. Если что, я забыла, то вы мне напомните. Может, я в следующем ролике вам расскажу, так что вы не уходите. Заходите, подписывайтесь. Пусть я вам долго, но я люблю все, чтобы подробно все объяснить, вот, как это все у меня происходит. Так что, вот, какие у меня ошибки были, как я их справляю. Все вот наглядно я вам показываю. Вот. Сейчас я буду обрабатывать. Ну, наверное, на это все. В общем, наверное, все. В общем, надо было с конца и начинать. Так вот я решила. Она болтала-то, она болтала. Ну, так что ж, ну и ладно. Всем пока, до встречи.